МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что настала критическая ситуация в стране, когда коррупция уже... Ну, коррупция есть в любых странах мира. Мне говорят, Япония, в Японии Танако, помните, был... 178-е место мы по коррупции занимаем. Это тоже оценка западных экспертов. Они не очень любят Россию. Коррупция есть везде, и в Америке, и в Англии, и везде. Я всегда привожу пример министра Танако, который взял миллиард долларов за то, чтобы, ну, там, знаете, с Боингом у них были. Ну, вы, наверное, не помните, в 70-е годы. То есть везде есть коррупция. С ней надо бороться. Но не все могут идти по пути Сингапура. Ну, это, во-первых, маленькая страна. Хотя, в принципе, я считаю, можно идти... Вот, Валерий Владимирович, мне нравится, образованный человек, да, богатейший опыт общественной политической деятельности. Ну, вот вы говорите, специалист должен быть. Но специалист должен быть, если в отрасли, из отрасли, да, он должен иметь, как минимум, такой же опыт, как и у вас. А если врач, он хирург, профессиональный, пусть он занимается лучше своей деятельностью, чем идет в депутат. Вы понимаете. Так работа депутата приехал в регион, приехал, посмотрел, запросы получил и вперед. И не обязательно быть... С другой стороны, понимаете, я вот почему прихожу на производство. Потому что я знаю производство, и мне легко. Так что, когда у нас была Голикова, это хороший менеджер. Но с другой стороны, сейчас министр здравоохранения Скворцова, это врач в шестом поколении. Естественно, когда она ездит по больницам, она сразу воспринимает те беды, те недостатки, чем, предположим, Голикова. Она, но менеджер, для нее... Ну, сами понимаете, я, предположим, не солист балета, я не могу в Большой Театр прийти и что-то советовать. Но хотя я там могу работать, в каком смысле? Да вы, как депутат, можете прийти и написать запрос туда. Безусловно, предположим, Волочкова, чем я уважаю ее? Она выиграла трудовой спор по увольнению в суде. Ее уволили незаконно. То есть, опять она воспользовалась Трудовым кодексом Российской Федерации, в которое я вношу изменения, как трудовик. Вы говорите, Дума великолепная шестого созыва, да? Самая яркая, самая работоспособная, самая-самая-самая-самая. А что же тогда сейчас во всех СМИ федеральных, да? Ну, буквально последнюю неделю-две. Роспуск Думы, Роспуск Думы, Роспуск Думы. Ну, во-первых, кто так говорит, они не знают федеральные законы. Нет такого понятия Роспуск Думы. Нужно почитать Конституцию Российской Федерации, где четко сказано, когда можно распускать Думу. В двух условиях. Первое. Когда президент вносит кандидатуру премьера, и Дума первый, второй, третий раз отклоняет. Второй раз в течение определенного момента дважды недоверия премьеру. Все. Больше ее нельзя распускать. Нет такого федерального закона. Хорошо. По второму сценарию возможно? Нет. Я думаю, на данный момент не от того, что я держусь за свой мандат. В смысле сейчас... А держитесь, нет? Ну, в смысле, меня избрал народ. Почему я должен сдавать свой мандат? Тем более я идеально честный человек. У меня нет никаких... Специально чистая репутация, я бы еще добавил. Ну, в какой-то степени, да, да. А еще фраза, которую вы любите говорить. Самый дисциплинированный депутат. Да, да. Ну, я считаю так. Во-первых, когда я раньше наблюдал, я часами мог смотреть парламентский час, мне было очень интересно. Конечно, мне было непонятно, почему отсутствуют депутаты. Сейчас, работая в Думе, я уже начинаю понимать, часть депутатов обязаны отсутствовать. Во-первых, 30 предсадей комитета, предположим, наш предсадей комитета по труду Исаев. Он едет к Топилину. Топилин ведь не будет ждать, когда закончится пленарка, и в 7 часов его будут принимать. Нужно решать вопросы. Исаев, если я не ошибаюсь, тоже единоросс? Конечно, да он член. Нет, ну, безусловно. Нет. Что тут еще говорить-то? Исаев, еще не нужно забывать, он зампредседателя Федерации независимых профсоюзов Шмакова на общественных началах. То есть мой товарищ, ну, не по возрасту, а старший товарищ по профсоюзному движению. Я ведь тоже остался членом профсоюза, плачу профсоюзные взносы. А депутатом можно быть, да, членом профсоюза? Конечно. У нас в Думе, между прочим, не все знают прекрасный профсоюзный комитет, прекрасный коллективный договор. Охват профсоюзным членством в Думе 86%. Я хочу в Думу. Но там не депутаты... Я хочу в Думу. Нет, вы тоже не... Ох уж, да. Депутаты, которые избраны, они... Не, члены профсоюза там, потому что они... Кто из членов профсоюза в регионах? Это наши помощники, это секретарш, это юристы. То есть там хороший профсоюзный комитет. Я даже частенько около стенда стою, смотрю, и уже, видимо, буду даже приходить на заседание профсоюзного комитета. Продолжая про Думу, да, некоторые политики считают ее нелегитимной. Это так, к слову. К слову. Я с вами согласен. Я считаю, что наоборот. Вот давайте так, некоторая подтасовка. Но во-первых, в Пермском крае, я считаю, жалоб, по сути, дело там, но несколько было жалоб, таких не очень серьезных. Они, может, на одну тысячную процента где-то сыграли. Но я даже не знаю. Не было таких. Дальше. Екатеринбург. Столица. Урала. А ведь там первое место. Вы помните? Мы помним ваши классные выступления. Нет, не в этом дело. Кто? Кто занял первое место? Справедливая Россия. Да где вбросы-то? Вы понимаете? Дальше. В Москве, ну, я не знаю, может, в Москве что-то было. Хотя 4 марта я ездил, ну, это уже выборы президента. Ну, может, где-то нарушения были. Потому что нарушений не может не быть. Потому что, ну, всегда люди есть люди. Но большинство граждан России проголосовали, в принципе, ногами. Я считаю так. Если вы хотите, чтобы не было нарушений, приходите все на выборы. Тогда ни одного бюллетеня не останется. Если явка будет хотя бы 90-80%, не лежите на диване. Потому что у нас в стране так расположены избирательные участки. Сейчас-то можно полежать и посмотреть нашу программу. Да. Избирательные участки так расположены, что это не больше 20 минут. Я считаю, надо вводить уголовное наказание за тех граждан, которые не приходят. Мы столько денег тратим на выборы, и они на грани срыва бывают. Извините. Валерий Владимирович. Во многих странах это есть уже. Неявка на выборы – это штраф. А ваш помощник. Подождите, Светлана. Ну, буквально один вопросик. Настроение в обществе. Вы ездите по территориям. Вы, как я понимаю, общаетесь с другими депутатами. Вас не беспокоит состояние общества сейчас? В каком смысле? В смысле протестных настроений. А вы знаете, я очень много… Или вы закрываете на это глаза? Нет, я очень много. Или вы не признаете? Нет, я очень много езжу. И потом, что такое протестное настроение? Да, болотное Сахарова. Но давайте так. Это даже в Москве 10 миллионов жителей только официально зарегистрировано. Вышло даже если 100 тысяч. В процентном отношении это даже несерьезно. Нет, но есть исследования, которые говорят, например, те же самые социологи, говорят о том, что определенный процент, если вышел, то это очень серьезный диагноз. Сегодня тысячи, завтра 10 тысяч, а послезавтра миллионы. Все, приехали и думают, ту же самую распустили. На основании чего? На основании чего? Слово «разогнали» – это нарушение Конституции. Это неправильно. Такие журналисты немножко подыгрывают, разогревают эту тему. Это неправильно, понимаете? Потому что есть парламент, есть президент. Он может не нравиться. Может не нравиться работа Думы. Но не нужно забывать. Вот вы приняли закон о запрете гомосексуализма. Я как раз… К нам, знаете, не относится, так показали. Но о гомосексуализме. Он был возмущен. О запрете курения давайте. Нет, я расскажу интересно. Стоят люди нетрадиционной ориентации Думы. Вы там нам… Я говорю, вы почитали закон несовершеннолетних. А если исполнилось 18-20 лет, это твое право заниматься тем, чем ты хочешь. Но если 13, 12, 14 лет, нельзя об этом говорить, нельзя пропагандировать. То есть мы приняли закон нормальный. О курении. Да я просто двумя руками. Я всю жизнь страдал, когда около меня курят. Я захожу в кафе, около меня курят. Да курить не пробовали? Я никогда не курил. Считаю, что это какая-то патология. Ведь слон не курит, собака не курит. Слон не курит. Ну я, к примеру, говорю, животные не курят. То есть я хочу сказать, что это неестественно для человека курить. Во-первых, я не могу понять, зачем курить. Давайте даме дадим возможность спросить. Светлана, есть вопрос? Я хотела спросить, Валерия Владимировича, а вы знаете, может быть, еще настроение у народа, в отношении депутатов, да, большого уважения, не вызывает то, что у вас 40 помощников? Так 40 помощников, которые не получают ни копейки. То есть они бесплатно сами решили мне помогать. Потому что, ну, вы знаете, нельзя объять необъятное, еще говорил Кузьма Прутков. Вот, естественно, эти мне помощники начинают помогать. То есть у них такая добрая воля. Добрая воля – помогать. И все. Больше ничего. То есть, в принципе, не писать. Может быть, какие-нибудь справки о том, что, предположим, у меня есть поможет и в химической отрасли Клейн. Он мне пишет о состоянии, какие проблемы надо решать. Его проблемы я пишу в Комитет по промышленности или в Комитет по обороне. И потом, знаете, мы принимаем законопроект, но почему-то забывают, что это нижняя палата парламента. Да, мы могли ошибиться в какой-то степени, потому что мы политизированы. Нас выбирали по партийным спискам, но есть верхняя палата парламента, где по два сенатора региона, законодательно-исполнительная власть. А им-то почему претензии не предъявляют? Вот меня-то поражает. Нет, это вообще отдельная тема для разговора, тем более, как будут формировать эту палату. Но в данный момент пока существует. И потом ведь уже есть и третье лицо, то есть после законопроекта, который прошел три чтения в Нижней палате. Называется президент. Президент. И он вправе отклонить законопроект, если он не устраивает, предположим, общество, а он как гарант конституции. Так что и Совет Федерации может отклонять наших. Гарант конституции, это я что-то невнимательно слушал первый пункт по распуску Думы. Он может ведь принять решение распустить Думу? Нет, только через председателя правительства. Нет такого и не будет. Потому что иначе просто, знаете, чуть кто-то собрал 100 тысяч подписей. А что такое 100 тысяч подписей? Каждый депутат стоит 250 тысяч подписей. То есть в смысле избирателей. То есть если они собрали новая газета, 132, я звонил главному редактору, 132 тысячи подписей. Я говорю, господа, вы даже на одного депутата не собрали, чтобы... Половина его голосов. Половина его голосов, грубо говоря. А в принципе я считаю, что можно принять такой закон не по распуску Думы, это миллиарды стоит, а по отзыву депутата, который плохо работает. Но это обсуждается. Это нужно. Вот у нас 6 депутатов. Ну мне неудобно про остальных говорить. Что они делают для Пермского края, большой вопрос. Но я хочу сказать, что в региональной... Давайте-ка обсудим. Валерий Владимирович у нас в гостях. Нет, региональные недели. Что должны? Мы должны десант высаживать. Все 6 депутатов должны быть в Пермском крае. А вы один приехали? Да Пушкову просто неудобно. У него на ТВЦ программа. Нет, я не могу бросить камушек в его огород. Потому что Пушков, во-первых, ваш коллега. Во-вторых, на той неделе региональный. Криневует Америку. Он прилетал в Пермь, встретился со студентами и так далее. Но у него своя специфика, понимаете? Абсолютно согласен. Ему поехать, предположим, в регион, встретиться с пенсионерами. Но он председатель Международного комитета. Да. Это две вещи разные. Мне... Я абсолютно с вами согласен. То есть, понимаете, уровень... Он работает. Он работает, да, работает. А кто у нас там еще другие-то депутаты? А, но мы не имеем права. У нас еще есть... У нас спектр просто изумительный. Четыре фракции. И все депутаты от разных фракций. Это изумительно Агонян. Ну, известная фигура. Но он лидер Справедливой России у нас, первого края. Куликов. Коммунист. А вот от ЛДПР я, к сожалению, вот даже и фамилию... Я даже и забыл эту фамилию. Валерий Владимирович, правильно говорите? Да, еще был. Невозможно объять объятное. С вами можно бесконечно говорить. Время у нас ограничено. Вы упустили еще момент. Мое одно из самых ярких выступлений перед Пехтиным, но ввиду того, что Пехтин затмил меня в какой-то... Я думал, вы про Собчак сейчас. Не-не-не-не. Я знаете, что сделал? Я выступил с идеей о распуске... Думаю. ...вака. Высшая аттестационная комиссия. Ну, где скандал большой сейчас? Да, где скандал? То есть вы мне поясняете, что ли, да? Да. А, ну, спасибо. Потому что меня, во-первых, когда я посмотрел такие наезды... Ну, мы не можем сейчас проверить все диссертации у всех наших людей, которые защитились даже и в советское время. А Ливанов, нынешний министр, был семь лет зампредседателя ВАК. И я сказал, что... Давайте-ка, друзья, вот мы с правительства начнем, а там уже дальше будем думать. Ну, видите, в чем дело. И после моего выступления на следующий день один из членов «Справедливой России» большую статью в российской газете опубликовал. Российская газета. Орган правительства Российской Федерации. Он опубликовал со своими предложениями, но на меня уже не сослался, потому что он не знал, что я буду выступать. Что еще на депутата Пермского края? А зря. Валерий Владимирович, спасибо вам за участие в программе. Изумительная беседа. Так самое-то главное продолжение должно быть. У меня столько еще... Приезжайте, приезжайте, будем обсуждать, обязательно будем вас приглашать. Я не сказал того, что я еще хотел сказать. Пожалуйста. Еще на 2-3 часа. Потому что народ должен знать, чем занимаются депутаты Государственной Думы. Для этого я и приезжаю в Пермь. И начиная от генерального директора до уборщицы технических помещений, я должен рассказывать, чтобы они знали. Валерий Владимирович, ну невозможно объять необъятное. Наверное, надо прощаться уже. Да, но разрешите мне поздравить с предстоящим праздником одной из самых красивых и очаровательных женщин при Камье. Поздравляю. Светлана. Светлана, вы просто изумительны. Вы звезда. Оскар отдыхает. Спасибо большое. Удивительный человек. Спасибо, Валерий Владимирович. Всего доброго. Слушай, ну в таком хорошем настроении даже как-то спать не хочется идти. Столько я лично добрых слов услышала в свой адрес. Что-то Валерий Владимирович не поздравил с прошедшим 23 февраля, но суть не в этом. Главное, внимание, должно быть дамам, прекрасным дамам. Тем более, что праздник наш завтра. Совершенно верно. Пора прощаться, чтобы все мужчины успели подготовиться, а дамам быть такими же прекрасными, как и ты. Спасибо, Коля. С наступающим. До свидания. Вы смотрели программу «Ночной гость». Для вас работали Николай Решетников и я, Светлана Заболоцких. Благодарим за сотрудничество кофейню Coffee City Art Cafe.